Как вы знаете, вчера кабинет министров вечером принял решение об ограничении пассажирских перевозок. Я остановлюсь на том, что касается города. Значит, в соответствии с этим решением весь транспорт, то есть это автобусы, троллейбусы, трамваи, могут перевозить у себя в салоне не более 10 пассажиров. На исполнение этого решения мы сегодня собрали в департаменте всех руководителей пассажирских парков довели к ним эти требования, объяснили, что нужно делать. Были вопросы от руководителей-перевозчиков о том, что не хватает масок, о том, что заканчиваются у них дезинфицирующие средства. Значит, по маскам мы прозвонили все фирмы, организации, которые имеют возможность шить, которые имеют возможность продавать эти маски. Раздали эти телефоны, раздали контакты всем пассажирским паркам. На сегодняшний день мы получили заверение от руководителей предприятий о том, что водители до конца дня будут обеспечены масками, до конца дня будут обеспечены одноразовыми перчатками. Еще одно я бы хотел остановиться на том, что большая просьба была от руководителей пассажирских предприятий, большая просьба от городского совета, от руководства города. Что касается пассажиров, обеспечение безопасности лежит не только на водителях, не только на руководстве пассажирских предприятий, но и на самых пассажиров. То есть если мы с вами, как пассажиры, не будем пользоваться масками, будем игнорировать те требования, которые кабинет министров сейчас принял, то ничто нас не спасет от инфицирования вот этой неприятной процедуры. Я думаю, что количество 10 пассажиров в состоянии сами пассажиры посчитать, потому что водителю отвлекаться, высчитывать, сколько человек зашло, ругаться с каждым пассажиром, можно, не можно, хочет ехать, не хочет ехать, тем самым он отвлекается от основной своей обязанности, это перевозка пассажиров и обеспечение безопасности этих пассажиров во время движения. Поэтому если сами пассажиры будут смотреть за собой, считать, то все, я думаю, что у нас сложится. Конечно, это неудобства, конечно, это какие-то ограничения, но на сегодня такая ситуация. То есть регулировать могут только сами? Цена на проезд остается прежней, при том, что перед выездом на линию, при возвращении автобусов в гараж происходит дезинфекция салона, полностью салона транспортного средства. Мы договорились с руководством пассажирских парков, что после каждого оборотного рейса на конечных остановках автобусы будут обрабатываться, обрабатываться салон, сиденья, поручни. Контролировать этот вопрос будут в предприятиях механики, это сотрудники предприятий, на конечных диспетчерах, которые контролируют работу машин на маршруте. Мы собрали руководство, мы довели. Вы же понимаете, за одну секунду это произойти не может. Это первый вопрос. Второй вопрос. Было больше 10 человек. Да, водитель может посчитать, сколько человек вошло и сказать, я не поеду. Автобус будет стоять. Что делать водителю? Я считаю, что в данном случае, в первую очередь, пассажиры сами, сами должны контролировать, сколько человек зашло. Это безопасность самих пассажиров. В то же время, это водитель, но и в первую очередь, это безопасность самих пассажиров, если они будут считать и контролировать эту ситуацию. Не нахвовать за перевозку большего этого количества? Значит, контроль за исполнение данного решения возложен на Министерство внутренних дел. На сегодняшний день мы получили заверение всех руководителей предприятий пассажирских о том, что, что положено, будет выходить на линию, и те водители, которые работают, на сегодняшний день они готовы работать. Водитель будет предупреждать пассажира. По возможности он будет просить, чтобы пассажир покинул автобус. На сегодняшний день коммунальное предприятие полностью обеспечено как масками, так и дезинфицирующими средствами.